Доброе утро. Нетаньяу косвенно раскритиковал ваше решение об отставке, сказав, что в такой непростой ситуации в сфере безопасности не покидают столь важный пост. Это политический шаг или же действительно ситуация настолько критична и опасна и есть что-то, о чем мы, граждане страны, не подозреваем? Я думаю, что все видели, все два последних решения нашего кабинета это была полная капитуляция перед террором. То есть, с одной стороны, решение передать Хамасу в сектор газа в 15 миллионов долларов наличных денег, которые тут же пошли на финансирование террора, причем очень интересно, под каким параграфом. То есть, параграф назывался «Гуманитарная помощь нуждающимся семьям». Кто эти нуждающиеся семьи? Это те 230 террористов, которые погибли в столкновениях с нашими солдатами на границе сектора газа. То есть, семь этих убитых террористов, они, которые первые получили финансовую помощь с этих 15 миллионов долларов. А второе решение, это после того, как Хамас обрушил на юге Израиля 500 ракет, перемирие на условиях Хамаса, но два этих решения вместе – это полная капитуляция перед террором. Это факты. А все попытки, как-то жалкие попытки объяснить, завуалировано, что это аж нечто другое. Но люди сами рассудят, я думаю, что… Ну, тем не менее, Нетаньяо по-прежнему упорствует в том, что уйти сейчас с поста министра обороны – это определенного рода такой побег от ответственности. Насколько вы согласны с его позицией? Нет, оставаться правительству после таких решений – это дать легитимацию капитуляции. Я не готов давать легитимацию своим присутствием, легитимацию этим двум позорным решениям. Вы знаете, это очень напоминает ситуацию, как в свое время определил Черчилль. Перед лидерами была альтернатива – или позор, или война. Они выбрали позор, но в конце концов получат и позор, и войну. Это то, что в свое время сказал Черчилль о лидерах Западной Европы. Я думаю, к сожалению, сегодня мы находимся в той же самой ситуации. Мы выбрали позор, причем нужно понять, что Израиль обещался переводить эти деньги в течение полугода. То есть это не ограничится 15 миллионами долларов наличкой. Это будет 90 миллионов долларов в течение полгода с опцией на продление. То есть мы сами будем финансировать террор против себя. И поэтому мне кажется, что любой здравомыслящий человек понимает, что нам не оставили никакого выхода. Особенно если вспомним высказывание Натаньяо, когда речь шла о примирении между Хамасом и Фатахом. О примирении между Фатахом и Хамасом. В любом случае сейчас министром обороны становится Натаньяо. И он остается главой правительства и при этом становится еще и министром обороны. Насколько он может функционировать действительно в такой ситуации, как министр обороны? Поскольку у главы правительства, мы так полагаем, есть достаточно много обязанностей. Я думаю, что вообще это правительство не способно функционировать, оно способно выживать от одного голосования к другому. И это полная безответственность. Именно в такой тяжелой ситуации просто приклеиться к креслам и вот это нежелание оторваться от министерского кресла любой ценой продлить там свое пребывание, это абсолютно безответственный подход. Мы видели уже только позавчера, что правительство полностью провалилось в КНС, и проиграло целый ряд голосований, включая вотом и недоверие. Поэтому это правительство, которое не может функционировать, особенно на фоне тех угроз и того дефицита в бюджете, который сложилось. Это будет правительство, которое будет заниматься одной единственной вещью, выживанием. И мне кажется, что это просто уже действительно полное пренебрежение всеми обязательствами перед избирателем, перед гражданами Израиля. Как человек, занимавший пост министра обороны довольно долгое время, как вы можете оценить ситуацию с безопасностью, поскольку Нитиньоу сейчас говорит о том, что действительно ситуация крайне критична? У нас всегда, к сожалению, сложная ситуация, поскольку Израиль находится в таком регионе, наше географическое положение таково, что тут спокойных времен не бывает. Но именно поэтому Нитиньоу, с одной стороны, говорит, что ситуация сложная, а с другой стороны отказывается предпринимать какие-то конкретные реальные шаги, как в случае с Хамасом. В любом случае, в интересах государства Израиль пойти на досрочные выборы, чем раньше, тем лучше, чтобы закончить этот период такого непонятного пребывания, некого лимба между небом и землей. Но есть что-то такое, о чем действительно мы не знаем, и о чем знает Нитиньоу, если он уж так упирает на то, что действительно что-то происходит сейчас? Ну, это еще раз некая попытка сыграть на чувстве страха и все рассказы о том, что вот что-то нас ждет. Посмотрите, еще 2-3 недели, это тоже безответственно. Это политика, которая сама по себе подставляет наших солдат и наших военных под угрозу, просто подстава. Если мы заговорили о политических шагах... И секунду, это даже не планирует Нитиньоу что-либо, то нужно делать, а не говорить. И когда каждый раз все его приближенные, включая депутатов КНЕС, Биттан, приближенные журналисты, все время намекают, подождите еще немножко, вот увидите, что будет. Это слышат не только в Израиле, но и во всех пограничных с нами районах. Как вы можете прокомментировать моментальное решение Беннета действовать для получения свежеосвободившегося портфеля министра обороны? У него действительно есть шансы получить этот портфель после выборов 2019 года? Вы знаете, последнее, что мне хочется комментировать, это решение Беннета. Единственная причина, по которой его, может быть, стоит взвесить, перевести в Минобороны, это спасти нашу систему образования от полного краха и развала. Но, тем не менее, Беннета сказал, что он верит Нитанияу, по крайней мере, хочет верить Нитанияу. Как вы комментируете это заявление? Даже не комментирую. Даже не комментируете. Хорошо, тогда давайте поговорим о законопроектах, о законодательной деятельности КНЕС, в том числе в ситуации с коалицией, которая включает сейчас всего 61 голос, и законопроект о смертной казни террористов. Он снова заморожен коалицией. Из оппозиции вам будет еще труднее им заниматься. Как вы оцениваете шансы этого законопроекта на его утверждение в КНЕС в нынешней ситуации? Ну, во-первых, коалиция в предварительном чтении вся проголосовала за этот закон. И это уже обязательство, Нитанияу, не перед НДИ, а перед избирателями, перед семьями, пострадавших от террора, семьями родственников, которых пострадали от террора. Я просто советую каждому, кто хочет посмотреть, что в тот день, когда прошло голосование в предварительном чтении, что сказал Нитанияу, стоя на трибуне КНЕС. То есть он с трибуны КНЕС заявил, насколько важен этот закон, насколько он необходим. Это наше моральное обязательство перед жертвами террора. Это уже не касается НДИ. То, что такой закон служит разменной монеты в политической игре, мне кажется, очень цинично и очень жалко. Сколько времени, по вашему мнению, продержится нынешняя коалиция? С учетом всех мер, которые были приняты, в частности, ограничения выезда за границу и то, что сейчас депутаты должны присутствовать рядом с залом заседаний, чтобы ни в коем случае не возникла ситуация. Это дело неблагодарное. Единственное, что могу сказать, выживание этой коалиции от недели к неделе это самая плохая перспектива для государства Израиля. То есть вы будете в некотором смысле даже рады, если эта коалиция все-таки не продержится? И выборы состоятся досрочно? Смотрите, выборы в любом случае будут в 2019 году. Вопрос когда? Когда они будут, пока еще непонятно. Я думаю, сегодняшние голосования во многом прояснят ситуацию. Поэтому давайте дождемся сегодняшней ночи или утро четверга и будем намного умнее. Ну, оппозиция пока что... К сожалению, я должен уже бежать дальше на другое заседание. Так что большое спасибо. И спасибо большое вам, господин Миллер. Всего хорошего. Всего наилучшего.